всем привет на сегодняшнем коротеньком уроке ну посмотрим насколько она стянется мы должны изучить функцию delay на самом деле изучение этой функции особенно после того как мы изучили работу функции spawn в одном из предыдущих уроков в общем изучение должно занять 15 секунд ну это будет скучно поэтому я вспомнил один из комментарий одного из зрителей или нескольких даже спрашивали как можно генерировать уровни как можно делать лабиринты и так далее я подумал а давайте попробуем сгенерировать какой-нибудь простейший дом например многоэтажку вы наверно знаете блочные дома у них есть фундамент и дальше идет несколько этажей похожих друг на друга ну вот посмотрим мою заготовку функции называется build a level построить этаж и сейчас мы этот этаж построим давайте сразу запустим и я буду объяснять как работает эта простая функция а то что мы изучаем на этом уроке функцию spawn точнее функцию delay мы изучим потом и так вот моя функция сработала сгенерировать создать этаж какого-то дома что у нас генерируется фундамент небольшая подложка высота этажа где ходит человек ну видите здесь низковато и потолок и так пол стены потолок давайте посмотрим как работает функция и почему такой маленький у нас получается туда даже человек не зайдет итак первые параметры xyz это означает координаты центра нашего пола я разместил их недалеко от точки спауна чтобы нам не бегать где огонек у меня горит это координаты 0 0 0 на моем place и так мы можем сгенерировать а вот можно можно показать смотрите я генерирую один дом здесь другой дом сдвигаю например вправо на 20 стадов еще один сдвигаю допустим от меня еще на 20 стадов дальше и вот сейчас должно буковка г получиться из этажей понятно да один сдвинули сюда вот вперед сдвинут другой сдвинут вправо а третий у нас по координатам 0 0 60 ну в принципе можно подойти можно в explorer и кликнуть ну вот посмотрите нам нужно узнать координаты вот этого этажа открываем workspace и можем например что нибудь электом выбрать выдел выбралась сгенерированная имена видите создаю парты создаю детальки и даже имена им не даю можно давать имена пол потолок и так далее ну зачем если у нас этих домов будет там 100 например зачем именовать все эти детали мне это не нужно так ну и мы смотрим координаты позиция 0 6 40 ну и так далее так ну как то выглядит нехорошо наши дома видите человек туда попасть не может в этот этаж но я же писал функцию давайте посмотрим что у нас следующее следующий параметр это ширина и глубина блока в доме что за блок блок вот посмотрите 3 на 3 3 на 3 блока это если смотреть сверху вот так у нас вот этаж выглядит левый угол верхний дальше стена дальняя правый верхний угол правая стена и так далее и вот получается у нас где-то 9 блочков таких должно получиться 9 блочков ширина стадах человек так посмотрим какую я даю ширину я даю пятерку ну пятерка вроде бы нормально по ширине так как у нас в ширину три блока получается на одном этаже то получается ширина примерно 15 стадов ну давайте давайте попробуем так ну это я закомментирую надо давайте на одном этаже были не 5 например 10 10 стадов так следующий параметр что у нас означает следующий параметр edge это называется height height floor высота высота пола и потолка она на нашем этаже ну давайте все зная все это исправим так здесь у нас высота еще рассмотрим высота пола и потолка она одинаковая ну давайте двоечку сделаем и высоту стен давайте сделаем 15 стадов и посмотрим как у нас выглядит наш этаж отлично вот пол 2 стада высота потолок 2 стада высота стены 15 стадов а ширина у нас из трех блоков умножается точнее умножается на 3 5 5 5 15 тоже можно кликнуть в explorer и посмотреть но это не важно но что-то не похоже на дом похоже на какой-то барак без окон без дверей дело в том что это я упростил я когда писал функцию для создания этажа я сначала написал такой простой код без окон вот а вот этот код уже посложнее то же самое но теперь будут окна так давайте запустим все то же самое но с более сложным кодом да вот теперь я сделал такие окна якобы синего цвета блоки стены серенькие цвет совпадает а то что у нас не впритык я специально сделал такой допуск там есть у меня переменная параметр этот допуск можно изменять давайте посмотрим как все это работает видите создание как у меня раньше это работало точнее то что мы посмотрели все очень просто здесь создается пол тут понятно пол размер пола вычислили ширина блока помните там 3 на 3 этих блоков поэтому мы ширину умножаем на 3 высоту пола ставим и глубину глубина тоже количество блоков в глубину вот этот параметр так опять комментирую стены смотрим как пол делается или точнее потолок это точно так же делается как пол только другой цвет и посмотрите для пола я задаю позицию который мы передали сюда x y z потому что пол у нас внизу про высоту n мы отдельно поговорим и смотрим высота потолка как высота потолка вычисляется где строить потолок сначала у нас координаты x а высота у нас по оси y мы добавляем к переданному значению высоты пола еще высоту самого пола еще высоту стен в комнате вот чтобы потолок появился сверху ну и давайте посмотрим тут простой вложенный вложенный цикл шаг по оси z шаг по оси x для того чтобы не поварить не повторять три раза не три раза 9 раз один и тот же код я использовал просто цикл и посмотрим здесь создается блок причем шириной ширину блока нашего высотой высоту стен комнаты и глубиной тоже в ширину блока так теперь устанавливаем этот блок ведь как я хитро здесь координаты x y к x у координате x умноженную на ширину блока я добавляю значение из этого цикла здесь всего цикл три раза выполнится первое значение с x будет минус один в авто при втором проходе в с x будет 0 при третьем проходе в с x будет единица поэтому у нас сначала поставится вот этот блок потом цикл пройдет поставится следующий блок цикл еще раз пройдет и поставится вот этот блок но дело в том что у меня не один цикл давайте кстати один цикл оставим и посмотрим как он у нас работает ну чтобы он работал нужно с z сделать например сделать 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 0 давайте посмотрим должно сработать вот вы увидели что всего три блока сработало но так как я использую цикл давайте я его сейчас верну по z у нас глубина здесь тоже есть смещение минус один когда смещение минус один мы мы кладем блок сюда 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 смещение 0 z мы кладем блок сюда 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 и когда смещение с за это единица будет класса блок сюда 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 надеюсь все понятно есть непонятно берете изменяете мой код и смотрите как он работает так дальше как мы вычисляем высоту на какую высоту нужно на какой высоте нужно расположить наши стены мы берем начальную координату y которую мы передаем высоту на ней мы пол размещали добавляем половину пола почему половину потому что вы помните из моих уроков или вы сами знаете из роблокса что у нас координаты какого-нибудь парта например вот здесь вот этот парт центр его координат находится ровно посередине нашего объекта он не где-то на нижней кромке а он находится здесь поэтому я добавляю не всю высоту пола а добавляю половину половину высоты пола в нашем этаже так вот разделенное на 2 и и еще добавляю половину высоты комнаты стен комнаты почему половину потому что мы сейчас как раз эту стену и ставим и мы как раз должны расположить ее ну чтобы она не сильно падала сверху чтобы было примерно на том месте где она должна размещаться ну а координата z это только за перемещение вот внутри вот этого квадратика 3 на 3 еще я здесь хитрость сделал я окна синим цветом раскрашиваю а стены серым цветом как я определяю окно или не окно я просто сравниваю координаты если если с x это то что у нас по горизонтали отсчитывает ну давайте я здесь запущу чтоб посмотреть sx это сдвиг по иксу блоков этот sx сдвиг минус 1 здесь sx 0 а здесь единица так что если sx равен нулю или s z равен нулю как в данном случае я синим цветом раскрашиваю если мы сейчас крышу эту удалим давайте попробуем удалим крышу делаем select вот я ее например как-нибудь так давайте я ее сдвину посмотрите как появился вот у нас так этаж из девяти блоков и создается наверное нужно было сразу вам показывать здесь вот ok так с этим вроде бы ясно если я здесь это условие не вставляю то у нас все блоки будут одинаковым цветом а я хотел сделать чтобы окна как бы с каждой стороны нашего этажа были нарисованы вы можете вместо этого размещать наклейки например decals с нарисованными окнами или что-то другое придумать можете делать реально тонкие стены чтобы у нас внутри каждого этажа можно было бегать человечку так ну здесь мы его размещаем просто на нашем place workplace вот и все вот этот цикл создает стены и окна так потом мы ждем потому что если мы большие будем дома генерировать если без вейта то у нас просто огромное количество таких объектов сгенерируется и будет подвисать roblox ну и дальше мы потолок сверху кладем я уже примерно рассказал как мы вычисляем высоту этого потолка точнее в каком на какой высоте его положить вот и все вот работает давайте какие-нибудь параметры теперь изменим построить уровень по координатам x y z ну ладно здесь ничего интересного давайте сделаем высоту не высота это ширина блока ширина блока ну пусть допустим будет единица ширина блока единица высота пола потолка двойка высота стен ну допустим 10 должна неустойчивая башня наверно получится а вот она она тут она уже немножко распалась окей так ну хватит нам экспериментов возвращая более нормальный так эту функцию считаем от лагеря построить один этаж и следующая функция очень маленькая построить целый дом x z это координаты нашего центра нашего здания здание начинает строиться мы координату y здесь не у него не сдаем он она начинается здание прям начиная с земли высоту земли мы знаем вот мы создали переменную высота на которой нужно создавать пол равна половине высоты пола этого параметра так ну и здесь простой цикл а вот здесь следующий параметр n количество этажей сколько мы хотим этажей построить в этом доме так что от одного до количества этажей мы вызываем нашу функцию build level как мы здесь вызывали вот с этими же координатами шириной и так далее а следующая строчка добавляет высоту ну чтобы следующий этаж уже строить что мы здесь делаем следующий этаж будет здесь мы просто считаем высоту нашего этажа значит пол плюс потолок вот полный умножаем на 2 потому что потолок и пол одной высоты и высоту комнаты плюс у номер этажа умножить на небольшое небольшой зазор я добавляю чтобы у нас не вплотную были как бы каждый этаж чуть чуть выше какая-то щель была чтобы потом сила тяжести придавила следующий этаж нам это нужно для того чтобы мы с нашими вы это можете убрать поэкспериментировать можете вообще приклеивать с помощью якоря все этажи чтобы их невозможно было ваши дома разломать но так не интересно в роблоксе мне нравится что все можно разрушать так ну и вы давайте попробуем так destroy building это потом уничтожение этого же здания функция мы его пока не рассматриваем давайте просто поставим дом идем 5 секунд и строим домик передаем координаты x 0 z 2 50 этажей ширина каждого блока 9 высота пола и потолка на каждом этаже 2 высота стен 12 я здесь закомментировал закомментировал так что сейчас будем строить дом дом стройся это я 50 этажей что ли заказал так я чувствую что-то пошло не так или не туда так ну может может даже и туда по камере выглядит прикольно 50 этажный дом у нас построился но так как я запускаю его студии здесь физический движок работает видите с какими с глюками небольшими некоторое время пройдет и все детали потихонечку упадут но не факт вот так ну давайте таких больших домов строить не будем можете поэкспериментировать сами так давайте и не построим не дом а давайте построим воспользуемся трюком с двумя вложенными циклами тоже со сдвигами давайте построим улицу из нескольких домов начинаем строить двухэтажных домов между домами будет у нас 50 стадов ширина и здесь я уж не буду так подробно объяснять как как с домом когда мы строили этаж окна и стены здесь примерно то же самое я точно также добавляете смещение так количество этажей и когда построен так это же это же а зачем я это же здесь строю добавляю хитрость какая смотрите я в цикле строю домики давайте эту этажность я закомментирую давайте посмотрим как у меня сейчас построиться улица четыре на три дома по моему давайте построилась почему не одновременно дома появлялись потому что везде используется wait чтобы у нас не тормозил робот окей но двухэтажные дома не интересно давайте сделаем можно случайные сделать это же давайте случайно это жизнь и количество этажей сделаем так где у нас это задается вот вместо этажей пишем math это математическая библиотека и random и мы можем указать от какого числа этажей до какого давайте от одного до пяти этажей чтобы было в доме случайно и запустим при каждом запуске у нас будет совершенно разные дома появляться разные этажности но я вижу что все правильно от одного этажа до пяти вот не обязательно дома строить как я какой-то вот этой сеточки просто это очень просто просто для урока показать вот эти два вложенных цикла вы можете тоже случайные координаты и выбирать например вот так можно сделать я только не помню с отрицательными будет работать плюс random минус пять пять и давайте здесь тоже самое минус пять пять что я сделал я просто не помню в роблоксе позволяет он так делать или нет да позволяет я сделал так чтобы дома были не ровно по линиям сделаны а чуть плюс минус пять стадов вправо и плюс минус пять стадов вперед-назад ну как вы знаете настоящий дома строят не по линеечке бывает немножко кривенько косенько вот кстати почему почему дома пытаются разрушиться вы видите наверное да что он сам ползет и сейчас сам будет падать скорее всего ну вот такой движок физически мне это тоже нравится на самом деле витя дома тоже не очень плотно строю у меня там есть такой параметр который вы можете исправить конечно вот он называется когда мы строим этаж у нас есть вот такая штучка сдвиг ведь я здесь ее больше единицы сделал если делаем сдвиг равным просто единицы то давайте посмотрим у нас дома должны получаться ровными без без смещения видите какие они ровненькие стали как из кубиков лего но разве это интересно можно сделать еще больше сдвиг вот один давайте 125 сейчас такие будут разухабистые дома получаться тоже интересно в простых чужих скриптах разбираться о ведь еще больше сдвиг сделал поэтому такие фигурные сдвиг можно сделать тоже случайным числом например ладно сделаю как он был 11 так строим это вот случайные плюс минус влево вправо дом чтобы мы строили от заданных координат плюс минус 5 это вперед-назад количество этажей а давайте вот эта случайность этажей опять заменим на этажи этажи и давайте мою строчку раскомментируем смотрите после того как я построил первый дом я количеству этажей прибавляю 0,26 получается сначала у нас было два а потом в этажах в этой переменной у нас уже будет 2.26 но дело в том что цикл если мы не указываем шаг языке луа то цикл работает с целыми числами так что шаг по умолчанию всегда равен единице как будто мы здесь третий вот такой параметр указали я этим трюком пользуюсь поэтому смотрите первый дом построился у нас в этажах 2 и 26 потом второй дом строим нужно у нас уже в этажах будет 2 и так 52 потом 3 но давайте лучше запустим и вы все это увидеть сейчас прокомментирую на готовом что же у нас получилось так давайте посмотрим на наши малоэтажки первые значит мы построили здесь было просто два этажа здесь 2 и 26 здесь 2 и 52 здесь ближе к трем но все равно меньше трех а здесь уже три с чем-то потом опять 3 3 26 3 там 50 тут тоже ближе к 4 а вот здесь уже 4 пошло здесь 4 26 и так далее видите потихонечку дома растут ну как вы у себя сделаете ваше дело просто показал такой трюк как дробные числа позволяют без лишних условий делать то или иное кстати подскажите кто знает почему дома сами разрушаются не только если грешить на физический движок если что-то можно в моем скрипте сделать так чтобы эти дома стояли без закрепления их на энкор на якорь напишите в комментариях так ну и переходим наверно к тому что мы хотели сделать так у меня здесь есть функция которая уничтожает дома она точно такая же как построить дом только она вместо вызова функции построить уровень она создает взрывное устройство на этаже мы точно также здесь строим только здесь смотрите цикл задом наперед например с пятого этажа до первого поэтому здесь указан циклов они цикл шаг шаг изменения вот этой переменной индекс на переменные внутри цикла будет 5 потом прибавляем этот шаг минус 1 значит будет 4 потом 321 то есть взрываться будут дома с верхнего уровня до нижнего так ну давайте посмотрим циклов размещаю тоже самое дублирую функцию ах у меня здесь беда видите случайные числа получается взрыв explosion взрыв будет тоже размещаться уже в других случайных числах с другим сдвигом вперед и назад ну я думаю не так страшно равно это будет рядом с нашими домами так мы здесь чтоб не было ошибки в этаже нужно сразу же тоже занести двойку потому что после того как циклы строительства дома завершаться у нас в этажах уже будет пятерка и получается взрываться будут этажи с пятого до какой-нибудь десятый поэтому я опять инициализирую двойкой вот и мы уже подходим скоро подойдем к нашей функции delay который за 15 секунд наверное объясним так запускаем давайте посмотрим как у нас дома построятся и будут ли они взрываться не пробуйте так дома просто с кубиками когда вы играете вот с такими строительными обычно строите разрушаете ну вот самые простые разрушения кстати забавно тоже сгенерировать уровень а потом пока игрок еще не зашел на этот уровень пока он не видит устроить вот такую такой расколбас получается игрок зайдет уже уровень пост апокалипсиса после какой-нибудь катастрофы например или нападение недружественной армии вот давайте упростим вот это все как можно сделать можно сделать вот так если мы разместим функцию уничтожение этажа сразу же после того как мы его разместим вот здесь мы построили этаж и сразу его взрываем видите никакие переменные не надо сохранять никаких циклов все остается все числа остаются теми же самыми как и при строительстве этажа нашего дома давайте посмотрим но я знаю что сейчас дома скорее всего у нас не появится потому что только этаж построился он сразу взорвался а ведь тоже для катсцен забавно наверно выглядит что-то по голове мне прилетела красота так но теперь мы можем воспользоваться нашей функцией делай так раскомментируем нашу функцию так enter цикла for delay и так что у нас делает функция делай во первых у нее два параметра первый параметр это через сколько секунд нужно запустить второй параметр а во втором параметре функция должна располагаться а так как у нашей функции destroy a building у нее много параметров мы ее не можем например не напрямую передать вот так например мы ее не можем вот так записать просто имя запустить нам нужно в нее передать параметры и как-то это обернуть поэтому мы передаем туда пустую функцию фанкшен видите вот начало функции фанкшен и вот ее концовка вот эта скобка закрывающая она имеет отношение закрывая к открывающей скобки делай нашей функции можно вообще вот так было написать давайте напишу чтоб вы может быть привыкали я чё тут привыкать вот так вот у нас вызывается функция делай первый аргумент количество секунд ну со случайными числами вы уже волей-неволей познакомились хотя у меня есть урок там на пять минут вообще как работают числа как их roblox выбирает как сделать чтобы они вообще были случайными вот или как сделать чтобы они были не совсем случайными и так ждем от 5 до 15 секунд и запускаем функцию вот эту вот функцию а в этой функции внутри вызов нашей функции уничтожение этажа так лишние пробелы я сотру чтоб вы не мучились place можно будет скачать еще до выхода этого видео так ну давайте теперь посмотрим как будет у нас работать вот такая модифицированная вещь так что сначала строится дом а взрываться он начинает чуть позже или не начинает а нет что что-то там началось так а почему этажи у нас не растут потому что потому что я вот эту штуку закомментировал после строительства каждого дома мы добавляем это же этажность давайте еще раз запустим и все наверно этом урок наверное наш закончен и будет еще финальный урок про корутин про точнее со-рутины или корутин как по-русски то правильно можете написать в комментариях вообще по-русски говорить что это параллельные потоки что все чего я хотел получилось на этом прощаюсь с вами ставим подписку донатики шлем чтобы у меня мотивация оставалась писать уроки ставим лайки и задаем интересные вопросы мне очень интересно читать ваши комментарии на этом пока